Здравствуйте! Вы на канале Синие Крылья. Меня зовут Лариса. И сегодня я расскажу вам обо всех моих попугаях-монахах-квакерах. О том, как образовывались и распадались пары и как формировалась стая. Вот уже 10 дней, как в моей стае живет новый попугай-самец. Он приехал из соседней страны в переноске. Его отдала моя подписчица, так как у нее нет больше возможности ухаживать за питомцем. Самца зовут Кеша. Возраст его неизвестен, так как птица сменила нескольких владельцев. Сейчас вы видите Кешу справа от Бонни. Бонни я считала самцом, а крошку самкой, с которой Бонни образовал пару на следующий день после покупки. Тогда птицам было 6 и 7 месяцев соответственно. Доверившись их желанию находиться вместе, я решила, что Бонни самец, поскольку все его поведение указывало именно на это. Бонни защищал крошку, воевал в первое время с самцом-арбузом, строил, правда, не совсем умелое гнездо и разделял все занятия крошки, вычесывал ей голову и вместе пара задорно играла. А несколько раз Бонни даже кормил крошку. Меня же периодически смущало, что Бонни довольно мелкий для самца, его вес всего лишь 90 грамм. К тому же его клюв и голова выглядели как-то слишком аккуратно. А сразу после покупки, до того, как я отрегулировала птицам длину светового дня, Бонни и крошка пытались спариваться и при этом становились спиной друг к другу, поднимая хвосты и упирались ими, образуя домик, как будто бы две самки. Но я такое поведение списало на то, что обе птицы были птенцами и не умели спариваться, а у Бонни были сломаны перья на хвосте. И я решила, что ему неудобно спариваться без перьев на хвосте. И это было моей ошибкой. Ведь тогда я даже не подозревала, что попугаи-монахи-квакеры способны имитировать представителя другого пола. Конечно, я слышала о таких случаях, но я не придала этому значения, ведь считается, что две самки-попугаев обычно воюют друг с другом, а не создают пару. И только после приезда самца Кеши пара Бонни и крошки распалась, поскольку Бонни ушел к другому. Точнее ушла, ведь стало очевидно, что Бонни самка. И как только в стае появился свободный самец, это и вскрылось. И скорее всего Бонни и крошка дружили, как два подрастающих птенца, ведь попугаи – стайные социальные птицы, и они хотят хоть какую-нибудь компанию. А распределение ролей, вероятно, произошло из-за того, что птицы взаимодействовали с другой парой и, наверное, перенимали их поведение. В общем, на этот вопрос ответа у меня как такового нет, только эти предположения. Обе пары попугаев проводили весь день вместе на балконе, а спали отдельно каждая пара в своей клетке, а Кеша отдельно в своей. И вот на седьмой день таких прогулок Кеша начал ходить вперед-назад перед Бонни на игровом стенде, а затем неожиданно птицы спарились. К моему и крошкиному безграничному удивлению. Но давайте я расскажу обо всем по порядку. Сейчас мы видим утро второго дня в новом доме, среди сородичей. Последний год Кеша был в одиночном содержании, а до этого, возможно, он уже был в разведении, по предположению предыдущей хозяйки. В день переезда, при попытке достать Кешу из переноски, он вырвался и из руки вылетел. Я не стала его ловить, он не ручной, а оставила его на балконе с другими птицами. Вечером словила пледом и посадила в клетку, которую разместила рядом с клеткой Бонни и крошки. Накрыла клетку пледом, а на утро принесла клетку на кухню. Поставила на стол еду и принесла других птиц, для того, чтобы Кеша, глядя на них, побыстрее вышел из клетки и присоединился к ним. После того, как птицы поели и возле кормушки осталась одна крошка, Кеша рискнул подойти к еде поближе. Кеша держится настороженно, ведь он не знает, чего ожидать от остальных птиц. Кроме того, вокруг новые люди, новый дом и новые правила жизни. И здесь я не могу не отметить, насколько быстро адаптируются эти попугаи к новым условиям. Это просто поразительно. И выкормыши, и неручные попугаи-монахи с первых минут в новом доме находят для себя занятия и готовы взаимодействовать. Им не требуется долгая адаптация в клетке и возможность привыкнуть к окружающим предметам – людям, животным, другим птицам. По моим наблюдениям, такое заточение даже вредит их психике. Ведь эти птицы чрезвычайно умны, активны и деятельны. Все мои попугаи-монахи выходили из клетки в день покупки или на следующий. С середины весны мои четыре птицы проводят вместе на балконе весь день. Две пары попугаев я готовила к разведению. В этот день я все еще думала, что у меня две пары. В гнездовом домике Бонни строила гнездо из веток, укладывая ветки слоями прямо поверх опилок, которые я положила в гнездовой домик. Причем ветки для своего гнезда Бонни забирала из чужого гнезда, которое строил самец-арбузик, в противоположном конце балкона. Арбузику не нравятся гнездовые домики. Он отменный строитель и построил уже в клетке не одно гнездо. Поэтому он все время требует строительный материал и каждый день заново начинает строить свое гнездо, которое каждый день разбирала Бонни. Самки киви и крошка гнезда не строят, но любят в них находиться. За этой жизнью и наблюдал чуть в стороне новенький Кеша, стараясь не вступать в конфликты с другими попугаями и подходил к кормушкам, когда ему позволяли, то есть последним. Кеша быстро понял, что одна половина балкона – это территория арбуза и киви, а вторая часть – балкона Бонни и крошки. И первые пять дней Кеша сохранял нейтралитет. Сидел посередине балкона и тут же перебегал или перелетал в другое место, если нужно было уступить дорогу, когда кто-то из старожилов проходил мимо. Остальные птицы в основном вели себя как обычно. Занимались строительством гнезд, младшая пара веселилась и баловалась, и все вместе добывали себе еду. У моих птиц много съедобных игрушек-фуражилок, которые я делаю для них из веток, трав, семян. И попугаем приходится прикладывать массу усилий, чтобы найти еду. Такое времяпрепровождение – это важная часть жизни птицы в естественной среде обитания. Там попугаи 80% дневного времени проводят в поисках пищи. В домашних условиях содержания – это важное условие для физического и психологического здоровья попугаев. На моем канале вы найдете много видео о том, как сделать такие развивающие игрушки для ваших птиц. Надолго занимают попугаев и зеленые ягоды рябины, вишни, малины, алычи на ветках. А также все плоды садовых деревьев уже предлагаю попугаем, ведь им гораздо больше нравятся незрелые плоды. В попытке обеспечить для всех попугаев равные условия, сделали и разместили на балконе еще два гнездовых домика. Один уже стоял, в нем Бонни строила гнездо. Рядом установили домик для Кеши, чтобы он начал строить в нем свое гнездо для себя и своей новой самки, которую я планировала искать для него. А с другой стороны балкона поставили домик для киви и арбузика. Кеша занял домик, и Бонни неожиданно им тоже заинтересовалась, хотя ее собственный домик с гнездом стоит рядом. Крошка предприняла попытку вернуть Бонни. Впрочем, безуспешную. Крошке все же пришлось освободить чужую территорию. Она покидает домик, и в него возвращается снова Кеша. И несмотря на, казалось бы, вот такие драки между Кешей и Бонни, птицы начинают спариваться. При этом Кеша довольно агрессивно загоняет Бонни в домик. Бонни в домик. И после непродолжительных раздумий Бонни все же подчиняется. И теперь пара постоянно спаривается, и Кеша кормит Бонни. Кеша с энтузиазмом принялся за строительство гнезда, и Бонни с удовольствием наблюдает за этим процессом. А вот самец-арбузик снова не захотел пойти в гнездовой домик и пытается строить гнездо на полочке, на которой стоит гнездовой домик. Поскольку эта пара тоже готовилась к разведению, гормональный фон у них уже повысился, и эта пара тоже начинает спариваться. Наблюдая за происходящим, крошка сделала еще несколько попыток вернуть себе Бонни, но затем смирилась и с грустью наблюдала за новой парой целый день. Посмотрите, на какие эмоции и чувства способны эти птицы. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Наблюдая за тем, как веселится Бонни, крошка по старой памяти решает тоже поиграть вместе. Однако Бонни её не поддерживает и улетает вслед за Кешей. И крошка снова остаётся в одиночестве. Однако, несмотря на то, что у крошки теперь и нет пары, она не стала изгоем. Все по-прежнему относятся к ней дружелюбно. Вот только играть крошке больше не с кем. Теперь Бонни приобщает к играм Кешу. А с крошкой Бонни уже не может проводить время, поскольку теперь у неё есть другая пара. И с остальными птицами, попугаи, у которых уже есть пара, не могут общаться тесно. И между парами птиц всегда есть дистанция. И если улетает арбуз, за ним обязательно полетит киви. Точно так же ведёт себя и вторая пара. На минуточку крошка забывает об этом правиле. Подходит к Бонни для почесушек, что вызывает огромное возмущение Кеши. И Бонни в очередной раз делает выбор в пользу Кеши. И в молодой семье тут же восстанавливается мир и согласие. Кеши успевают не только налаживать и поддерживать связь с Бонни, ухаживать за ней. Но ещё и вступают в стычки с самцом-арбузиком, пытаясь выгнать того с полочки, где арбуз строит гнездо. При этом Бонни с Кешей ночуют на балконе в своём гнездовом домике. Я убрала гнездовой домик для арбуза и сделала каркас для гнезда. Я ставила вторую пару на балконе с ночёвкой. Бонни с Кешей снова спали в своём гнездовом домике. А утром я увидела обе пары в гнезде арбуза. Теперь самцы-квакеры пытаются строить общее гнездо. Вот такие вот страсти отбушевали в стае в связи с приездом нового квакера. Если это видео было для Вас полезным и интересным, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал Синие Крылья. Спасибо за просмотр! Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!